Виталий Васильевич, недавно состоялась коллегия Вашего ведомства, и там прозвучали такие цифры, что меньше в прошлом году, в 2015-м, было поставлено на миграционный учет вновь превышших иностранных граждан. То есть это означает, что миграционный поток в республику сократился, или какие-то другие объяснения есть? Наверное, частично можно сказать, что сократился, в силу обстоятельств, которые складываются и в нашей стране, и в целом в мире, очевидно, на каком-то этапе в нашем регионе вот эти вот миграционные потоки незначительным образом уменьшились. Речь идет о небольшом уменьшении, потому что снижение поставленных на миграционный учет там буквально на несколько процентов цифры это составляет. Ну, а если говорить о составе прибывающих мигрантов, прибывающих мигрантов в нашем регионе, в нашей республике, то нужно сказать, что меняется их состав, он изменился за последние два года определенным образом. И сейчас в большем количестве прибывает, а прибывает у нас в республике на данный момент 6 тысяч, порядка 6 тысяч двухсот иностранных граждан. Вот 28% из этих иностранных граждан, это бывшие граждане Украины. Частично мы проводили работу и из прибывших в нашу республику иностранных граждан, а прибыло их больше 8 тысяч. Уже многие получили правовые статусы, кто-то гражданство, кто-то разрешение на временное проживание, кто-то поучаствовал в госпрограмме переселения соотечественников. Но, тем не менее, 28% из всех прибывающих иностранных граждан в республике, это граждане Украины. Следующая, какая группа? Ну, на втором месте, наверное, будут стоять граждане Узбекистана, 13%, далее по нисходящей по порядка по 7% граждане Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии по 7%, Казахстан 5%, Туркменистан 5%, в основном представлен, наверное, учащимися высших учебных заведений Молдавии, там немногочисленное количество, небольшое количество иностранных граждан порядка 3-4%, вот так в целом состав прибывающих иностранных граждан республики таков. Как часто обращаются за получение патента на работу здесь? Выдано за 2015 год 719 патентов, дающих право на осуществление трудовой деятельности как у физических лиц, так и у юридических лиц. Количество это нельзя сказать, что большое, оно по сравнению с прошлым годом сократилось на 30%, с позапрошлым годом, с прошлым периодом сократилось на 30%, но сумма вот этих авансовых платежей, которая была собрана, которая была уплачена иностранными гражданами, она выросла порядка на 46%, что в целом может говорить о том, что вот этот коэффициент Я помню, у вас называли цифры, что порядка 10,5 миллионов перечислено именно только от патентов бюджета республики. Да. Виталий Васильевич, как часто регистрируются случаи нарушения миграционного законодательства? Как регистрируются, так они и пресекаются, так и привлекаются соответствующие иностранные граждане или принимающие их страна. Знаете, наверное, достаточно часто. Мы вот подсчитали, немножко проанализировали статистику, шесть раз в день сотрудники миграционной службы в целом по республике выявляют ежедневно в среднем по шесть нарушений норм миграционного законодательства. То есть, 1800 протоколов составлено по главе 18-й кодекса административных правонарушениях. она связана и с наказанием в отношении иностранных граждан за въезд, пребывание, нарушение правил въезда и пребывания на территорию Российской Федерации. Привлекается принимающая сторона этих граждан нарушителей, привлекаются иностранные граждане за нарушение правил за нарушение правил трудовой деятельности. И, соответственно, работодатель также привлекается к административной ответственности. Скажем так, кто чаще всего встречается среди нарушителей? Туристы, люди, которые приезжают сюда и работают здесь нелегально. Еще с какой-то целью? Спектр, в общем-то, знаете, достаточно широк, привлекаемых к административной ответственности. Я уже говорил о том, что гражданин иностранный, въезжая на территорию Федерации, он определенное время, пребывая на территорию Федерации, ничего не нарушает своим пребыванием, а проходит определенное количество времени, 30 дней для какой-то страны, или 90 дней для другой страны, сроки, которые определены российским законодательством, и по истечении этих сроков, если гражданин не получил никаких правоустанавливающих документов, не урегулировал свой правовой статус, он становится нарушителем. Поэтому говорить о том, что конкретно какая-то группа иностранных граждан с какой-то целью въезда становится нарушителем, наверное, нельзя. Здесь речь идет об индивидуальной дисциплинированности каждого иностранного гражданина, а также принимающей стороны. Виталий Васильевич, с 1 ноября прошлого года вступили в действие новые правила пребывания граждан Украины на территории России. Но, насколько я помню, это распространяется не на всех граждан Украины. Пожалуйста, уточните. Действительно, изменились нормы российского законодательства. Они определенным образом сократили сроки пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Это связано с тем, что часть граждан Украины, пребывающих на территории Российской Федерации, длительное время не урегулировали своих правовых статусов, пребывали здесь только с постановкой на миграционный учет, хотя, в общем-то, все условия для того, чтобы получить тот или иной статус, а также поучаствовать в госпрограмме переселения соотечественников, получить гражданство, были им предоставлены. С 1 ноября вот эти определенные ужесточения вступили в силу. Давался срок до 1 декабря еще дополнительно, чтобы граждане Украины все-таки обратились, кто имеет твердое желание получить какой-то статус в органы федеральной миграционной службы, в подразделения федеральной миграционной службы. Ну, а для тех, кто решил, что эти правовые статусы ему не нужны, конечно, нужно будет соблюдать норму нашего законодательства, которое ограничивает срок пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации сроком до 90 суток. Собственно, так же, как и ко всем остальным иностранным гражданам. Да. Есть определенное исключение для граждан Украины, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Но здесь индивидуальный вопрос решается с каждым, и мы ждем граждан Украины, которые желают получить вот эти правовые статусы, эту услугу, государственную услугу, которая оказывается в Федеральной миграционной службе. Насколько активно у нас реализуется программа содействия добровольному переселению граждан, бывших граждан Советского Союза в Россию, в частности в Чувашию. Достаточно активно, я считаю, работает эта госпрограмма переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Мы здесь тесно взаимодействуем с Министерством труда и соцзащиты республики. За 2014 год у нас по этой госпрограмме прошло порядка, наверное, более 500 человек, ближе к 600. В 2015 году более 1200 человек стали участниками госпрограммы, то есть мы темпы наращиваем. Эта услуга востребована, это позволяет привлечь на территории республики иностранных граждан, адаптированных, интегрированных в наше российское сообщество и мы эту работу будем продолжать и далее. В 2016 году я полагаю, что эта цифра будет не меньше. Виталий Васильевич, а как обстоят дела со сдачей экзаменов иностранными гражданами по русскому языку, по истории нашего государства, по основам законодательства? У нас действует, наверное, в республике действуют соответствующие объекты, которые оказывают эту услугу иностранным гражданам. Они располагаются на базе наших учебных заведений. Нужно здесь немножко, наверное, разделять два вида документов, которые выдаются иностранным гражданам. Первый это сертификат на знание русского языка и истории основ законодательства Российской Федерации. Он дает право обратиться с документами на разрешение на временное проживание, на вид на жительство, на гражданство, на патент, на разрешение на работу. У него более широкий спектр применения. А есть еще экзамен, который сдают на базе учебных заведений иностранные граждане для того, чтобы только воспользоваться правом получения патента. Отличается немножко цена этих документов, срок действия этих документов. Услуга, конечно, востребована. У нас только в 2015 году выдано порядка 719 патентов, как я говорил. Выдано 24 разрешения на работу. Кроме того, велась работа по выдаче разрешения на временное проживание, видов на жительство. То есть, услуг достаточно востребованы. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был начальник управления Федеральной миграционной службы России по Чувашии Виталий Чернечкин. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин